Сертификат на материнский капитал получают все родители, у которых появился второй ребенок. Так, в 2017 году в Соликамске 531 семья получила такую поддержку от государства. Обратились за распоряжением средств материнского семейного капитала 639. Из них было 28, вынесено отказы. Но отказы в основном это отсутствие гражданства Российской Федерации у ребенка, несоответствие данных паспорта и документам, которые представлены к заявлению. Кроме того, у нас идут отказы, где идет 50% на строительство собственного дома. При этом стоит помнить, что сертификат выдается на определенные цели. Погашение кредита, обучение детей, покупку или строительство жилья. Что касается жилья, то здесь нужно соблюсти одно важное правило. Жилье должно быть оформлено в общую собственность всей семьи. В управлении Пенсионного фонда в настоящее время подано 6 исковых заявлений о невыполнении обязательства по выделению доли. Все эти исковые заявления находятся на рассмотрении в суде. Подобные иски составляет и прокуратура. Так, в прошлом году правоохранительными органами было направлено в суд 65 исковых заявлений. 32 из них уже удовлетворены судом. Остальные еще находятся на рассмотрении. С матерей, неосновательно израсходовавшие средства материнского семейного капитала в пользу Пенсионного фонда РФ, будут взысканы денежные средства на сумму свыше 10 миллионов рублей. Так, одна из многодетных матерей купила квартиру с использованием материнского капитала. Эту жилплощадь она должна была оформить и на детей. Но женщина не выполнила требования закона и через полгода вовсе продала квартиру. В итоге суммы сертификата более 430 тысяч рублей матери придется вернуть обратно пенсионному фонду. Соликамская городская прокуратура предупреждает, что в случае продажи жилого помещения, купленного за счет средств материнского семейного капитала с матерей, в пользу Пенсионного фонда РФ, будут взысканы средства материнского семейного капитала, неосновательно израсходованные. Проверки по использованию средств материнского капитала продолжатся и в 2018 году, сообщают правоохранительные органы. Евгения Константинова, Максим Перелогин, телекомпания Соль-ТВ.